Да, Готик. Все, замечательно. Ну хорошо, давайте мы продолжим наши сложные студии, которые особенно стали усложнились благодаря теме. Напомню о том, как у нас здесь развивалась дискуссия. Значит, у нас вот эта тема, тема того, каким образом осуществляется кедушин с помощью полового акта, начинается с обсуждения того, откуда, собственно говоря, следует, что таким образом можно осуществлять кедушин. И у нас, наверное, вы помните, надеюсь, да, у нас есть мнение Раби Йоханнову, который, говорит, ссылается на стих, который, в общем-то, вроде бы не касается как раз замужества, а касается девушки, которую соблазняет или насилует некий человек. Ну и у нас там есть тоже, наверное, вы это помните, надеюсь, да, у нас есть два варианта. Один вариант – когда это происходит в городе, другой вариант – когда это происходит в поле. Если это происходит в городе, то и мужчина, и женщина должны быть по закону преданы смертной казни, а если это происходит в поле, то только мужчина. И так, из общих соображений, да, почему, собственно, это происходит, это происходит, потому что, ну, девушка, там речь идет о девушке, посвященной, мыуресет, да, мыуресет или мыуроса, то есть это девушка, с которой уже кто-то заключил ирусин, помолвку, и вот эта помолвленная девушка, она квалифицируется в данном случае, по крайней мере, с точки зрения вот этого закона, как замужняя, а за соития замужней женщины, значит, полагается смертная казнь. Если это происходит и с ее согласия, то, значит, и она тоже должна быть убита. Это странно немножко, да, что он берет для своего, для доказательства того, почему, собственно говоря, полагается легитимным средством, или одним из средств кедушин, обращается к этому стиху. Но, с другой стороны, там есть словосочетание «былат-бааль», то есть та, которая была, значит, которой овладел ее муж. Поэтому, собственно говоря, на вот эти, на это словосочетание он и как бы упирает. Это мнение относительно того, из какого стиха мы это учим, да, еще раз. Вторая точка зрения, да, это точка зрения Раби, в смысле, с Раби Йохананом и Раби. Раби учит это из стиха, из которого мы, собственно, учили и про деньги тоже, да, это стих, который как раз говорит о замужестве, когда возьмет человек женщину и овладеет ею. Ну, и поскольку там есть вот это «обладеет ею», то, собственно говоря, действительно можно учить, наверное, из этого стиха. И кажется, что это мнение Раби, Раби Удаанаси, оно предпочтительнее. Поэтому Талмуд так это и формулирует, да. Талмуд говорит, что плохое доказательство, которое приводит Раби, зачем Раби Йохананну потребовалось. Вот таким вот сложным образом из стихов, которые говорят об измене как раз, да, или об изнасиловании, говорить о, то есть выводить оттуда вот этот самый закон. Ну, и, как вы, наверное, помните, трудность, которую ставит такой бар Немель, или пар Немель, как здесь его огласовывают в переводе, говорится о том, что если, он ставит такой трудность, да, что если мы учим, значит, из... таким образом, как учат Раби, то у нас вот этот закон, закон о помолвленной девушке, он просто не будет работать. Почему он не будет работать? Потому что тогда, как он говорит, да, давайте вернемся туда, то есть он говорит о чем? Он говорит о том, что если мы учим из вот этого стиха, стиха, из которого учит Раби, а там у нас есть кейках Мишиша, то есть возьмет женщину, еще и овладеет ею, то на самом деле этот стих, по идее, должен описывать последовательность действий. И тогда он должен и, значит, предоставить ей, чтобы ее лакахат, нужно дать ей деньги, а затем он ее, ею овладевает. Если он ею овладел, то тогда она, собственно говоря, является уже девушкой, которая, она уже не девушка, то есть она уже не девушка, и тогда вот этот закон о соблазненной девушке, он просто как бы не действует, о соблазненной помолвленной девушке. Потому что если она помолвлена, говорит Бармамаль или Барнамель, если она помолвлена таким образом, как это объясняет нам Раби, то она уже, собственно говоря, не девушка. А если, значит, она остается девушкой, то тогда она не помолвлена. Если для помолвки, собственно говоря, нужны два действия. Нужны и деньги передать, и овладеть ее. Ну и я не буду воспроизводить сейчас все, потому что я вернулся к самому началу, чтобы мы просто зафиксировали вот эти две спорящие стороны, две спорящие стороны, которые из разных стихов выводят этот закон. В ответ на трудность Бармамеля нам привели шокирующие случаи, да, когда 10 человек там и так далее, с той стороны, не с этой стороны, считается ли девушка, девушка, если как бы половак произошел необычным образом, так сказать, а с другой стороны. Это все я опускаю, да, мы в прошлый раз все это подробно вроде бы забрали, в том числе и попытались, я попытался указать на некий метафорический смысл, который здесь может возникнуть, да, именно вот исходя из рассуждения о таком законе. А после того, как с этим мы разобрались, был поставлен вопрос. Был поставлен вопрос про каждую из сторон. У нас есть Раби Йохан, который учат из одного стиха, а есть Раби, который учат из другого стиха. И как обычно бывает в Талмуде, коль скоро один использует один стих, а другой использует другой стих, то возникает вопрос, а как другой использует тот стих, который использует первый, или как, наоборот, второй использует тот стих, который использовал, как Раби использует стих, который использовал Раби Йохан, и как Раби Йохан, наоборот, использует стих, который использовал Раби. Ну и это мы тоже, в общем, прочитали, да, и там были попытки сказать, что на самом деле Раби Йохан выводит из того стиха, которым пользуется Раби, какой закон? Выводит закон про наложницу. Он говорит, что наложница не приобретается с помощью того акта, в отличие от наложницы или рабыни, служанка, она не приобретается, в то время, как обычная женщина приобретается. И, собственно говоря, это то, что он учит из того стиха, из которого Раби учил про возможность полового акта как способа кедуши. Ну и наоборот. То есть наоборот, здесь мы, я не помню, уже прочитали мы или нет, по-моему, тоже прочитали, откуда это учит, например, Раби, вот этот самый сравнение с рабыней. И Раби учит это из самого этого стиха. Как он учит из самого этого стиха? Написано «увы Алла». То есть там есть местоименный суффикс, который указывает на ограничение именно эту женщину, не какую-то другую женщину. Ну, вот здесь как раз мы и остановились где-то, да. Ну, вот здесь, видите, вот я сейчас подчеркну. Мы уже прочитали его, да, Раби, который учит, что женщина приобретается близостью стиха и будет с ней близок, да, «увы Алла». Что он делает вот с этим стихом? Был лад-бай. И ответ. Да, этот стих ему нужен, чтобы вывести, что только муж делает ее не девственницей при помощи близости. Даже если это близость необычным образом, да, даже если это анальдис. То есть вот этот стих для Раби, после того, как мы выяснили, откуда Раби выводит закон о сравнении рабыни еврейской с обычной женщиной, потом задается вопрос симметричный, да, то есть сначала спросили, что Раби Йоханон делает со стихом, из которого учил Раби. Ответ мы получили, да, вот это сравнение. А теперь вопрос, касающийся Раби, что Раби делает вот с тем стихом, из которого учил Раби. И ответ такой. Да, вот мы его сейчас прочитали. То есть только муж делает ее не девственницей, если это анальный секс, а любой другой человек, как бы она остается считается, продолжает считаться девственницей, если секс был анальный. Ну хорошо. Значит, здесь мы, может быть, мы даже и продвинулись здесь, я уже сейчас не помню, но в любом случае, тогда мы сейчас повторим это, да, то есть теперь мы переходим к тому, как Раби, значит, толковал этот стих. Вот Раби именно таким образом, да, толковал этот стих. Как он учит, что он учит из этого стиха. Вот нам говорят. Теперь Талмуд задает вопрос, ну разве Раби считает, да, что у нее, что действительно она продолжает быть девственницей, если другой, а не муж, значит, ее, ну, вошел к ней, да, непринятым способом, да, на армии секса. Ведь выше, мы уже как раз говорили о том, что так считают мудрецы, а не Раби. И нам приводят снова ту же самую Барайту, которую мы уже учили, да. А Барайта была такая, мы ее, наверное, хорошо помним. То есть в той Барайте, в Барайте у нас было вот эти самые десять мужчин, которые по очереди овладели девушкой. И согласно этой Барайте, мудрецы говорят куламбескила. То есть если куламбескила, то тогда получается, что она остается девушкой, да, и каждый раз, когда совершается этот сам акт, он совершается с девушкой по закону, да, и тогда каждый из них, значит, должен быть умершвлен способом скиллапа, побиением камнями. А Раби как раз говорит, умера не аришубе скиллапы, куламбе хэнек. А Раби как раз говорит, что первый только побивается камнями, а остальные умершвляются удушением. Если так, то Раби вроде бы как раз говорит о том, что по видео, да, почему остальные умершвались, остальные тоже, если эта девушка помолит, должны быть умершвлены, но не так, да, то есть потому что здесь уже действует не закон соития с девственницей, а закон соития с замужней женщиной. И поэтому остальные, значит, должны быть удушены, а вот первый побит камнями. И тем самым отсюда получается, что вроде бы Раби полагает, что другой человек, который сейчас это не муж ее, да, а эти 10 насильников и 10 соблазнителей, они, значит, ее овладели, и первый сделал ее не девушкой за счет анального секса. А до этого мы что хотели сказать? Мы хотели сказать, что из того стиха, из которого Раби Йоханн выявил, что половой акт является возможностью для кедушин, Раби учит как раз положение о том, что только муж делает женщину не девственницей посредством неконвенционального соития, так как Мазелин. Ну, хорошо, теперь надо это как-то решать, да, этот вопрос. Ну, и Амут решает этот вопрос. И Гемара объясняет, что на самом деле, когда он говорит о различии, Раби выводит лишь то, что муж делает ее не девственницей при помощи близких непринятым способом. Вот заявление касается его штрафа, в то время как Барайта говорит о наказании смерти. То есть, да, то есть, тогда он говорил, когда мы предположили, точнее так, когда мы предположили, что вот то, что Раби считает, что анальный секс с мужчинами другим не делает девушку не девственницей, да, то есть не лишает ее девственницы, а если муж вводил, то она делает, да, это было сказано в отношении штрафа, а не в отношении наказания смертной казни. Что значит, что это за штраф такой, да, что имеется в виду? Имеется в виду, что, ну, у нас есть закон относительно того, что если человек соблазнирует девушку, то он должен либо жениться на ней, либо заплатить штраф. Если она не девушка, то штраф как бы будет другим. Ну, с этой точки зрения, да, получается, что если кто-то владел девушкой необычным способом, то она остается девушкой, и тогда следующий, тот, кто с ней переспал обычным способом, он платит штраф, такой, как, собственно говоря, полагается платить за штраф за соитие с девушкой. А если речь идет про замужнюю женщину, там вроде бы мы вообще не знаем ничего про него, какой штраф. Там есть наказание, да, есть наказание смертной казни. По самом деле, возможно, что есть наказание и штраф. Как это может быть? Это может быть следующим образом. То есть вот девушка вышла замуж, и муж овладел ей неконвенциональным способом. она уже не девушка. Потом они развелись, например, да, и, значит, ею кто-то овладел. То есть она с точки зрения, так сказать, физиологической, она девушка. Но с точки зрения закона она уже не девушка, и поэтому штраф за соитие с ней, вот в такой ситуации, да, то есть не в ситуации, когда она замужняя женщина, потому что когда замужняя женщина, там не о штрафе идет речь, о наказании смертной казни. Но в таком случае, получается, с точки зрения раби, да, она уже не является девушкой. Значит, вот таким вот образом. Это говорит нам раби Зейра. То есть раби по поводу наказания камнями считают, что так наказывают только первого из десяти, поскольку после него наара считается уже не девственница, а остальных наказывают удушением. Но он согласен моде раби Алькнас, однако по поводу штрафа, который по Торе налагается на насильника или соблазнителя пришедших, на непомовленную девушку. Раби согласен. Да кулу мешал мне. То есть все платят, все десять платят, даже если это был не амбициональный секс. Значит, таким образом мы вроде бы как решили Толмуд, да, Толмуд решил вопрос относительно мнения араби, потому что было противоречие, да, ведь вот он говорит о том, что вроде бы она должна считаться не девственницей уже после первого, а с другой стороны вроде бы он из этого стиха как раз учит о том, что только муж делает женщину, девушку, да, делает девушку не девушкой из-за амбициона. Ну, естественно, задается вопрос, маешь нам и катла, а почему же он про наказание смертной казнью разделяет, да, почему же он тогда их разделяет, если он полагает все-таки вот, что только тот, кто, да, то есть только муж делает ее не девственницей. И нам говорят, что это другая история, потому что у нас есть еще один стих, стих из этого дворим, сейчас мы его посмотрим, где говорится и умрет мужчина один. И отсюда он учит, что убивают одного, а не нескольких. Ну, в данном случае имеется в виду, убивают с помощью поберения камьями, потому что тех, кто тоже убивает, только другим способом. Ну, давайте посмотрим этот стих, да, это дворим 22-25. Давайте откроем и посмотрим. Значит, это у нас контекст у нас более-менее, да, он как-то тот же. Здесь ну, я прочитаю несколько стихов, да, у нас, мы уже читали, да, контекст там про человека, который наводит умышленные нарекания, да, он взял жену и потом говорит, что она не девственница, и мы про это говорили. А дальше, после этой истории, довольно сложной, которую, мне кажется, мы разбирали в нашем предисловии к этому курсу, если я правильно помню, но, так или иначе, дальше говорится следующее. Если найден будет, то лежащим с женой замужнен, то умрут они оба. Человек, лежавший с этой женщиной, и женщина эта истребит, и зло в Израиле. То есть, ну, вот, соедите с замужней женщиной, смертная казнь. Если будет молодая девица, обручена с мужчиной, вот эта мауроса, и встретит ее, кто в городе, и ляжет с нею, то вы видите обоих к воротам того города, побейте их камнями, и до умрут они. Девица за то, что не кричала в городе, а мужчина за то, что он на силу жену ближнего свою власть. Так вот истребишь ты зло из среды своей. Если же в поле встретит мужчина от раковицы обрученную и схватит ее, ляжет с нею, тогда умрет мужчина, который лежал с нею, один. Казалось бы, контекст такой, что прочитать его иначе просто очень-очень сложно. А как же его читает согласно предложению Талмуда, как этот стих читает Раби? Раби читает этот стих, что один относится вот к тому первому мужчине, который, значит, с этой от раковицы обрученной имел в сайте, пусть даже не конвенциональной. А все остальные? Нет. Какие остальные? Остальные мужчины. То есть он из этого казуса, который вроде бы говорит нам прозрачную вещь, про соблазнение, второе. Нет десятерых насилующих. Но он из вот этого стиха, точнее, из самого вот этого, из самой фразы «Левадо» один, он выводит следующее, что есть ли, то есть как это работает, в принципе, то есть мы, естественно, по идее, должны быть шокированы такой интерпретацией этого стиха, но наш шок можно немножко смягчить. Как его можно смягчить? Смягчить его можно следующим образом. Поскольку у нас речь идет о казусах, то есть это казуистический способ построения закона, как он, как, собственно говоря, такого рода закон работает. У меня нет правил, да, сформулированных, из которых я что-то вывожу. У меня есть казусы, то есть некие случаи. И естественно, что всех случаев, которые вообще встречаются в практике, не опишешь. И поэтому необходимо, это уже речь идет о талмудическом законодательстве, да, то есть Тора говорит о каких-то случаях. Но хорошо, а если этот случай немножко не такой, как описано в Торе, да, то есть естественно, что каждый из этих случаев мадрицы Талмуда обсуждают со всех сторон, да, то есть взвешивая там буквально каждое слово от мужчины, а если это несовершеннолетний, от раковица, обрученная, если она не обрученная, то как, да, то есть и так далее. И в том числе вот это слово один, левадо, оно тоже, в общем, оказывается в каком-то смысле лишним, да, то есть можно было написать, если в поле встретить мужчину от раковицу, хватит ее, ляжет с нее, потом умрет мужчина, который лежал с ней, все, и надо говорить один. Вот это один, левадо, оказывается лишним, и из этого лишнего слова оно позволяет рассмотреть, да, Рабин, например, позволяет рассмотреть иные казусы, то есть иные случаи. Ну, например, вот такой случай, который у нас здесь описывает, там 10 человек, и вот это слово один подчеркивает, что, собственно говоря, в каком смысле, да, что только первый наказывается по полной программе, скажем так, а остальные наказываются не по полной программе или проходят по другому казусу, по другой статье. А у этого такая статья, а у других другая статья. То есть слово один говорит нам о том, что только один человек может пройти по этой статье. Да, вот я сейчас как бы воспроизвел в каком смысле юридическую логику того, каким образом работает в принципе, да, выведение законов в талмудической литературе и истории, поскольку она не покрывает естественно все. И вот в данном случае нам объяснили мнение Раби, да, который выводит этот свой закон из относительно вот этого первого парня, выводит таким образом. А с точки зрения штрафа, они равны, то есть почему нам нужно было приравнять, да, всех этих ребят нужно было приравнять, чтобы стало понятно, что действительно мы пытаемся что-то сделать, мы пытаемся оправдать вот ту точку зрения или то высказывание, что Раби учит из стиха, который использовал Раби Йохан в определенных целях, не знаем каких, так вот Раби использовал этот стих для другого закона, он не мог не использовать его, потому что любая традиция, традиция, которую представляет Раби Йохан, традиция, которую представляет Раби или их собственные инновации, они должны по идее покрывать все те случаи в Писании, которые позволяют вывести какой-то закон. Как только у меня в Писании появляется зацепочка, скажем так, шероховатость сакрального текста, она позволяет мне вывести какой-то дополнительный закон, то есть это изначальный посыл Медраша, поэтому это нас не должно слишком удивлять, то есть по сути дела Медраша основан на чем? Вот я вижу шероховатость текста, всю эту шероховатость я должен использовать. Как я ее использую? Это вопрос. То есть я расширяю казус или по сути дела переношу эту шероховатость текста на некий иной случай и так далее. Ну вот собственно говоря как здесь. Вот это слово один или левадо он использовал. Он использовал для чего? Для того, чтобы объяснить разницу в статьях ребят, которые значит вот схватили и легли от раковицы обручен. При этом сам стих, который учил раби Йохан, он тоже использовал этот шерохов. И он использовал его для того, чтобы сказать, что муж делает женщину не девственницей, даже если церетие было неконвенционально. Ну хорошо, вроде бы мы разобрались. То есть разобрались мы, ну как разобрались, мы поняли логику, то есть логику того, каким образом это все возникает. Хотя сами бы мы, наверное, до такого не додумались. Поэтому наше понимание оно как бы немножко понимание со стороны, но тем не менее я надеюсь, что общая картина рассуждения она ясна. Ну и естественно Талмуд следом за следом за этой за этим заключением. Сейчас как я сюда попадаю обратно. Талмуд след за этим заключением спрашивает опять же с точки зрения Талмуда очень логичный вопрос. Вырабанан гай левадо май авдли авдли а мудрецы тогда хорошо. А что делают мудрецы с вот этим словом левадо один? Что делают мудрецы? То что делает раби мы видим а что делают мудрецы пока непонятно. Здесь спрашивают кемара а мудрецы которые споря с раби считают что все десять наказываются камнями поскольку эта девушка считается девственницей после несмотря на то что была близость поскольку близость была неконвенциональная то она остается девушкой тогда собственно говоря у них они проходят по одинаковой статье и они должны быть все одинаково наказаны что же это слово левадо какую роль она играет для них и ответ такой обеспороживающей потому что получается что вот это самое левадо но нужно барайто сама я сейчас просто переведу барайто барайто говорит и умрут они вдвоем и дальше в том случае если будут равны как один так говорит раби иоши а раби ионатан просто приводит этот стих который мы видели да и по видимо раби ионатан здесь не так не так важен а важно как раз мнение вот этого самого раби иоши и рабанан видимо соглашаются с этим самым раби иоши ну давайте почитаем что пишет по этому поводу раши потому что на самом деле текст тамуда ну как бы непонятен совсем то есть по сути дела в барайто приводится спор раби иоши говорит что умрут они оба а это продолжение это следующий стих умрут они оба человек который лежал женщина и женщина если она не кричала в поле ну вот мы учим что смерть наказывается оба только если будут равны аджи июшавим кейхат то есть если они равны в чем равны не боли вы видите что в скобках нам переводчик пишет комментарий раши тем самым исключается ситуация когда один из нарушителей взрослый а второй маленький когда взрослый тоже не приговаривается к смерти и при чем здесь это рабьешь это раби Натан говорит написано по поводу насильника что он умрет человек который с ним лежал один и опять же комментарий раши отсюда учат что даже если он взрослый а она маленькая его все равно приговаривают к смерти почему здесь он взрослый а она маленькая так мудрецы толкуют слово один как раби Йонатан пишет нам Раши хотя на самом деле это совершенно не очевидно то есть сама Барайта еще раз повторю она в общем совершенно непонятна потому что вообще-то говоря вот этот стих действительно и умрут они оба это следующий стих по сути дела мы его прочитали значит если она кричала то тогда убивают только его а если она в городе все это происходило то они должны умереть оба опять же прозрачный закон прозрачный казус который касается именно этого случая но по-видимому это Барайта тоже каким-то образом расширяет то есть расширяет вот эту самую фразу ну во-первых здесь лишнее слово то есть лишнее слово это лишнее слово так Марина пишет что выбросила из конференции я не вижу как я могу здесь что-то сделать сейчас минутку получилось здесь лишнее слово гам например да то есть совершенно лишнее мрут оба надо было сказать и мужчина и женщина здесь у нас есть еще и вот это слово гам которое оказывается лишнее ну а мнение Раби Юнатана говорит да то есть Раби Юнатан цитирует просто другой другой стих и в итоге Барайта получается какой Барайта получается очень лаконичной одно мнение что Казани на умрут оба говорит о том что оба должны быть равны эти оба кто это мужчина и женщина равны или как в случае с тем что пытались нам столковать про Раби один там вроде бы про мужчину написано про многих мужчин но если мы переносим это на такого же рода прочтение и на мнение Раби то тогда получается что двое если предположить что их двое то есть теперь двое это не мужчина и женщина двое это два мужчины которые значит вот соблазнили или изнасиловали женщину и вот они должны они проходят по одной статье только если они равны равны в чем ну например Раша пишет что они по воздуху то есть давайте я прочитаю Раши на всякий случай потому что не знаю насколько переводчик здесь его воспроизвел правильно Раша пишет так нет Раша не совсем так пишет один из нарушителей взрослых второй маленький Раши пишет пока Раши пишет то что они должны быть и мужчина и женщина они должны быть равны по своему возрастному статусу то есть у нас есть возрастной статус это несовершеннолетние и совершеннолетние несовершеннолетние у нас тоже разделяются то есть например есть катан и есть взрослый человек а у девушки есть мы помним есть статус ктана есть наара то есть это промежуточный между взрослостью и малолетностью то есть малолетка или девушка есть богерет то есть совершеннолетние так вот с точки зрения пока что Раши комментирует таким образом что вот это гам по сути дела она указывает на что указывает на то что они должны быть одного возраста в каком смысле то есть если там же на самом деле сказано что она наара не уроса ара на уроса это вопрос что имеется ввиду имеется ли ввиду ее возрастной статус или нет взрослый человек который я его владел меняет дело или это не меняет дело то есть это как бы можно было бы поставить как вопрос вот Раби Оше говорит что мы должны следить за их равенством то есть тогда в том случае они его оба умирают если они одного возрастной одной возрастной категории скажем так хотел сказать весовой категории возрастной категории это позволяет собственно говоря что это позволяет освободить от смертной казни девушку если она была не не богерет если она была действительно наара то есть у нас разница на самом деле не очень большая между наара и богерет то есть там примерно около полгода, полгода или что-то в этом роде, когда девушка находится в таком промежуточном с точки зрения мудрецов Талмуда, не с точки зрения Тора. Что Тора имеет в виду, Тора может быть просто имела в виду девушку и все. Но мудрецы Талмуда как бы уточняют, как я сказал, цепляются за каждое слово и поэтому это превращается в правовую категорию. Правовая категория не совсем совершеннолетней девушке, но уже и немалолетки, она собственно говоря и может здесь сработать. В том, как толкует Раби Воши этот стих Мэту Шнеем. То есть если она младше, а мужчина старше, мужчину убивают, а ее предположим не убивают, а наказывают каким-то иным способом. Ну хорошо, предположим, Раши говорит как раз про значит взрослого, который совокупился с Раши, пишет даже Ктана, Ктана это малолетка. И все на самом деле, и больше Раши ничего не пишет, считая, что нам все должно быть понятно. А нам ничего не понятно. Нам на самом деле ничего не понятно. То есть то объяснение, которое здесь переводчик привел, ну наверное воспользовавшись каким-то другим комментарием, он не кажется мне как бы крайне мере таким удовлетворительным, чтобы его принять. То есть особенно вывод отсюда учат, что даже если он взрослый, а она маленькая, его все равно приговаривает к смерти. И так мудрецы толкуют слово один, как Раби Йонатан. А как Раби Йонатан толкает, не очень понятно. То есть непонятно почему, потому что Баарайта возможно является как бы неполной, потому что о чем спорят Раби Оши и Раби Йонатан, не очень понятно. То есть Раби Оши приводит один стих, где женщина была соблазнена в городе. А Раби Йонатан приводит другой стих, в котором говорится о том, когда женщина была в поле. Когда женщина была в поле, то мужчина только наказывается, а когда в городе, то оба наказываются. Это по-простому. Но о чем они спорят не по-простому, совершенно непонятно. Но на этом сам Талмуд удовлетворен. То есть вопрос был какой? А вот это Левадо. Как толкуют это Левадо мудрецы? Если Раби толкует это Левадо понятным образом, то есть нам объяснили как, он говорит о том, что тот, кто первый, он проходит по другой статье, а вот что считают мудрецы по поводу вот этого самого Левадо, непонятно. А мудрецы нам сказали по поводу случая, когда вот эти самые 10 человек, они нам сказали, что куламбы скила, то есть они на самом деле наказываются одинаково. И тогда они должны каким-то образом толковать действительно вот это слово Левадо, не распространяя это, может быть, на этот случай или если распространяю, то каким-то ином образом. Но как для меня остается непонятным. То есть вот этот кусочек, вот этот, он мне не понятен, я его не понимаю. И поэтому и вам не могу ничего объяснить. Могу только объяснить, что написано, но как отсюда следует мнение мудрецов и что, собственно говоря, они считали, непонятно. Потому что есть вариант сказать как раз, что в этой барайте мудрецы следуют мнению как раз Раби Оше. Потому что Раби Оше говорит, что если они одинаковы, то тогда умирают оба. Если предположим, мы сейчас говорим теперь сместили, говорим уже не о мужчине и женщине, а говорим просто о двух мужчинах. Там был один мужчина, или там их было десять, но первый, вот это Левадо это первый. А вот эти Шнегем это предположим двое. И вот эти двое они наказываются одинаково, проходят по одной статье, тогда, когда они одинаковы. Одинаковы в каком смысле? Я бы сказал, что они одинаковы в том смысле, что они овладели этой девушкой одинаково. И тогда, собственно говоря, они должны одинаково умереть, проходят по одной статье, и их наказывают вот этой самой скиллой. А мнение Раби Онатана вообще непонятно, потому что Раби Онатан просто приводит вот тот стих, когда значит тот самый умрет один. И все. И о чем они говорят, между собой, о чем они спорят, Раби Оша и Раби Онатан, совершенно непонятно. Ну, да, Илья. А можно ли как-то спекулятивно один привязать к они как одно целое? Нет, для этого нам не нужно как раз одни как одно целое, потому что это как раз говорит Раби Оша. Раби Оша говорит умрету гамшнегем. Вот они умрут так же они вдвоем. Вот это так же Раби Оша трактует как их некая равенство. Я бы как раз сказал, что это равенство, оно есть в этом случае. Вот здесь человек, они все в каком смысле поступили одинаково. и поэтому наказываются одинаково. А Раби Йонатан как раз возможно говорит, поскольку нет подробностей, нет предложения, то я бы сказал, что Раби Йонатан просто воспроизводит вот то самое мнение мнения Раби. Раби говорит, что вот тот первый, он уникален, потому что он не равен. Не равен никому. Поэтому он проходит по другой статье. Но кроме всего прочего у нас же казусы разные. То есть ладно бы это было сказано об одном и том же казусе. Казусы-то разные. А в одном случае это в городе, а в другом случае это в поле. Поэтому это как раз и представляет сложность. То есть вот такие случаи в Талмуде, интересно то, что Раша действительно неинтересно, очень странно, что Раша не объясняет этого кусочка. Возможно, он тоже не совсем понял. Ну, хорошо. Здесь еще раз озвучу свою точку зрения по поводу того, что мне кажется, что когда ведется вот такого рода пинг-понг талмудический или Талмуд плетет вот эти свои кружева. И мы выясняем и, собственно говоря, традиция интерпретации Талмуда, она, собственно говоря, пошла по линии рассмотрения вот этих дискуссий, как дискуссий, которые выясняют закон. А мне кажется, что они далеко не всегда выясняют закон. Как раз достаточно редко они выясняют закон, несмотря на то, что они плодят разные казусы и так далее. Для Талмуда скорее важно задействовать те или иные пласты писания, то есть сюда их как бы подключить, подключить, я бы так сказал, параллели определенные или сопоставления определенные. И, собственно говоря, вот эта барайта, я бы ее прочел следующим образом, даже не выясняя, как там ее толковать и так далее. Я бы ее прочел как указание на то, что смотри оба случая. Какие оба случая? Ну, вот у нас есть один случай в поле и другой случай в городе. и вот они сейчас у меня в этой барайте, собственно говоря, объединены в таком смысле. И, по сути дела, может быть, нам тем самым редактор Талмуда, составитель Талмуда говорит о том, что нужно эти два случая не следует разделять. С одной стороны, это вроде бы два казуса, с другой стороны, это один и тот же казус. То есть разделять их, может быть, не следует. В каком смысле? Не в смысле закона, а в смысле той метафорической подоплеки, которую они играют. А какую метафорическую подоплеку это играет, таким образом об этом говорить? Ну, мы уже с вами много раз про это говорили. То есть если под вот этим казусом понимать, собственно говоря, тот акт, который, собственно говоря, и совершался, то есть он совершался каким образом? Акт между небесами и землей, между небесами и народом Израиля. Ну, в том же фрагменте, который я уже несколько раз выросл в трактате Шаббат, это описывается в том числе как изнасилование. Ангелы держат народ Израиля и Бог эту девушку изнасилит. Это в поле, это в городе, это может быть как бы не так важно, да, то есть там более того, там говорится о том, что и каждый раз, когда слово Бога, слово Бога там имеет как бы фаллическую коннотацию, когда оно звучало, то души народа Израиля отлетали, то есть это как бы такой смертельный номер в таком смысле, да, и, значит, их приходилось возвращать, эти души приходилось возвращать, возвращать обратно. Здесь мы видим, да, то есть мы, я сейчас читаю совсем как бы, да, то есть оторвавшись от контекста, просто говоря о том, что упоминание этого закона в контексте нашего обсуждения порождает, да, может породить, не обязательно порождает, да, я не утверждаю, что это порождает, но может породить такого рода, такого рода метафорическую как бы линию. и вот это, этот смертельный номер, он может оказаться каким? Либо оба умерли, либо кто-то один, кто-то один умер. По поводу смерти мы уже говорили, да, то есть что смерть, если ее читать как метафору, то есть, например, женщина освобождается благодаря смерти мужа, если мы это сопоставляем с вот этой общей метафорой бракосочетания небес и народа Израиля, то, как я уже говорил, это смерть образа, да, не нитшанская Бог умер, а смерть образа, который должен быть заменен, да, то есть должен быть заменен каким-то другим. Если говорить теперь обоюдной что ли смерти, то обоюдная смерть подразумевает то, что и описывает этот самый трактат Шабанда, что нужно заново оживить, то есть если происходит соитие между небом и землей, между небом и, между Богом и народом Израиля, происходит в режиме насилия, в трактате Шаббат именно так это и описывается, то здесь это чревато смертью, да, то есть чревато смертью либо одного, либо и того, и другого. В том смысле, что один оказывается не, то есть одна сторона оказывается не восприимчивой, да, а образ с другой стороны умирает, то есть либо один умер, либо умерли оба. Отдельно, конечно, вопрос, почему здесь у нас вот 10, то есть эти самые 10 человек, что заставляет нас подумать и в другом направлении, да, то есть у нас другая есть метафора какая, вот Израиля, гоноша Тора, оборот, девушка. Девушка, девушка, это обрученная девушка, да, освященная девушка, и вот эти 10, ну, меня, да, меня, 10 человек, значит, ее овладевают. Овладевают не по правилам, блок и дарка, не так, как, не тем путем, которым ее, ее нужно обладевать. То есть они оказываются, то есть, ну, здесь разные мнения есть относительно того. Первый каким-то образом наказывается, и все они наказываются одинаково, да, то есть или тот, кто, собственно, начал, да, этот процесс наказывается таким образом. Но можно, да, можно пойти вот в этом направлении, да, то есть тогда, собственно говоря, эта смерть, она уже выглядит немножко по-другому, да, а именно смерть уже не образа Бога, это, собственно говоря, смертельный номер с Торой, да, то есть овладевают вот эти все ребята Торы не так, как следует, и Тора для них оказывается мертвый, но и они сами оказываются мертвецами, или мертвецом оказывается только один, или одна сторона, то есть одна сторона оказывается мертвой в таких, да, в таких взаимоотношениях, другая оказывается либо девственной, то есть, собственно говоря, ничего не сделали, либо нет, либо все-таки это уже не девственный материал, скажем так, да, то есть не девственный текст, а текст, который определенным образом, но если мы так это интерпретируем, в эту сторону идем, да, то это текст, который имеет определенного рода комментарий, интерпретацию, да, и потом как бы до девственности, девственного состояния и не дойдешь. эта линия, она кажется ну такой довольно жесткой, да, то есть в отношении самой комментаторской традиции, да, которая принадлежат сами мудрецы Талмуда, и тогда получается, что здесь едва ли не говорят о том, что все это полная ерунда, если таким образом мы идем вот в таком направлении. И как бы нам ни казалось это странным, в Талмуде очень много такого, то есть Талмуд, я имею в виду как бы лирические герои Талмуда, то есть сами мудрецы, они по отношению к самим себе позволяют очень резкие высказывания, да, то есть высказывания, которые, наверное, со стороны может быть было бы сложно их обвинить, Талмуд-то у нас обвиняют в чем угодно, да, но сам Талмуд по отношению к себе гораздо более критичен, чем критики Талмуда. Так что такой вариант тоже есть, да, и тот, и другой вариант, он связан в мое прочтение, да, то есть оно основано на чем, оно основано на том, что нам приводят фрагмент, который, ну, в принципе, его прочитать нельзя, да, то есть поскольку нет дискуссии вот между Рабиошей и Раби Ионатаном, непонятно, да, один говорит, один стих приводит, другой другой стих приводит, один из одного кажется, другой из другого кажется, и что? Что они хотят сказать? Непонятно, да, то есть и вот эта непонятность, она, собственно говоря, возможно, должна породить с одной стороны ступор в логической структуре, я логическую структуру не могу здесь выставить, и Раша даже помогает, да, то есть, которая как раз обычно это делает, ну, вот переводчик, видимо, пользуясь каким-то комментарием, все-таки попытался это сказать отсюда, учат, что даже если взрослая, маленькая, его все равно приговаривают к смерти, и так трактуют мудрецы слово один, как, так, мудрецы трактуют слово один, как Раби Йонатан, а Раби Йонатан вообще никак не трактует, он просто привел этот стих, то есть, если нет толкования этого стиха, ну, это толкование, толкование комментарием, и вот такого рода, ну, как бы заглушка определенная, да, то есть, определенного рода ступор, он может навести вот на такие мысли, если предполагать, как я уже сказал, что прояснение закона отнюдь не главное в Талмуде, да, то есть, это является частью определенного рода игры, а не собственно преследование того, каким должен быть закон, в том или другом случае, потому что, если речь вышла о законе, то нужно было бы привести энное количество казусов, решить по отношению этих казусов, вот так или эдак, но и так не ставится вопрос, то есть, не ставится вопрос, кто прав, Раби или Мудреце, Раби говорит, что первого нужно оказать, Раби говорят, что все наказываются одинаково, Раби говорит, что их нужно наказать по-разному, и нет вопросов того, кто ли них прав, и нет прояснения, просто приводятся только эти мнения, это как раз и означает, что, ну, как бы не столько закон интересует, сколько, у нас же здесь какая игра, поэтому с самого начала это подчеркнула, игра с писанием, то есть, это квази экзегетика, вот этот, как трактует этот стих, этот, как трактует этот стих, этим, собственно говоря, занят сейчас, правда же, он не выясняет, какой закон, выясняет, какой стих и как трактует этот или этот, да, то есть, Раби Йоханнен, Раби, как трактует, как Мудрецы трактуют тот стих, который вот таким-то образом трактует Раби, то есть, по сути дела, сам дискурс, он дискурс интерпретации писания, а не выяснения закона. Вот это дает мне основания сделать те предположения, которые я сделал, не настаиванные совершенно, но такого рода направление мысли, наверное, возможно. Ну, хорошо, теперь, собственно говоря, Раби Йоханнен, опять возвращаемся к Раби Йоханнену, то есть, Раби прояснили, Раби Йоханнен, Гайсвара Минали, Раби Йоханнен, вот это положение, положение о том, что только муж делает женщину не девушкой, если был неконвенциональный секс, любой другой, не тронута девственное плево, то все нормально, а вот если муж, то тогда она получает статус не девушки. Это положение мы видели, что Раби извлек из того стиха, из которого мучил Раби Йоханн, другое положение, а теперь мы задаемся вопросом Раби Йоханн, откуда это учит, откуда он это учит. он учит это вот откуда. Им кэн никто вкраб был лад иш, май был лад бай, шмамина тарты. Раби Йоханн, оказывается, вот это положение, учит из того же самого стиха, из которого он учит, собственно, и закон о том, что лаврак может служить средством для Кедушу. Он говорит так, что поскольку в Писании написано, могло бы быть написано бэу лад иш, то есть женщина, которой владел некий мужчина, но нет, написано бэу лад бай, то есть женщина, которой овладел муж-хозяин. И отсюда мы учим два закона тарты. Вот здесь действительно и Раша это, собственно, пишет. Женщина приобретает при помощи близости и лишь муж делает ее не девственницей посредством близости непринятым способом. То есть лок и дарка, за счет какого-то другого способа соития. Мы предположили это действительно в Талмуде чаще всего лок и дарка имеется в виду анальный секс, но может быть и не только. Ну, хорошо. Значит, мы вот этот первый сеанс первый сеанс завершили. Здесь есть вопрос, то есть если девушка, народ согласилась на то ничего, это ничего не значит, все равно смерть как в поле или в городе и что в этой метафоре обрученной. Ну, хороший вопрос, да, то есть мы же можем прояснять каждую из этих метафор, мы можем прояснять. Если мы идем по пути интерпретации, а это тоже, собственно говоря, разные интерпретации, вот я привожу пример из трактата Шаббат, где происходит акт насилия, но с другой стороны у нас есть действительно на Севенешма, то есть это согласие. Израиль вроде бы соглашается. Вопрос, конечно, когда он соглашается, на каком этапе он соглашается, если он соглашается, тогда, конечно, все нормально, нет никакой смерти, ничего. А если мы говорим о том, что, собственно говоря, вот эта первичная связь, то есть первичное единение, скажем так, неба, небесного мира и земного или небесного мира и народа Израиля происходит происходит не по согласию, есть варианты, можно сказать, что по согласию, опять же, есть медроши, что вот Бог предлагал разным народам, давайте, давайте, никто не соглашается, тогда вот единственная девушка, которая согласилась, это народ Израиль. И тогда все по согласию, тогда у нас как бы другие законы. А если не по согласию, то тогда вот так. Мы можем спросить, подожди, у нас исторически, как как все-таки было. Ответ на это такой, что, во-первых, это было, оно было по-разному, но и оно по-разному случается каждый раз, то есть, на самом деле, не откровение на горе Сина, это не зафиксированная точка историческая, вот в таком-то году, вот все, это случилось, дальше, ну так же, как мы это прекрасно знаем, то есть, исход из Египта, каждый должен ощущать себя выходящим из Египта и так далее, то есть, все события, сакральные истории отличаются от событий истории Фукидида и греческой, европейской истории тем, что они воспроизводятся все время, они все время как бы, они никуда не деваются, то есть, это цикличное воспроизведение этих событий, цикличное воспроизведение, которое у нас отображается в системе праздников и так далее, и тогда получается, что это событие, оно может, несмотря на то, что оно воспроизводится, оно воспроизводится может по-разному, в разные времена, да, то есть, или я могу ощущать это событие по-разному, в разные периоды, не знаю, своей жизни, да, жизни конкретного человека или жизни народа, то есть, народ принимает откровение на горе Синай, но Моисей говорит уже совсем другим людям, вот вы стояли на горе Синай, они не стояли там, он же говорит в книге Дворим с теми, кто, собственно говоря, является детьми тех, кто стоял на горе Синай, а им, он говорит, вы стояли на горе Синай, вот это их стояние на горе Синай, оно такое же, как тех или нет, И тогда получается, что разного рода, например, казусы, которые описаны в Писании, если я подхожу к ним метафорически, они могут описывать потенциально, потенциально они могут описывать разные способы вот этого самого соединения, которые один иногда такие, а иногда такие, а иногда так, иногда этот. То есть в разных исторических, в точке зрения обычной истории времен, сакральная история воспроизводит себя по-разному. Ну и тогда, собственно, гибель и воскрешение и так далее, они тоже являются, ну, осмысляются определенным образом. Надеюсь, что ответил. Илья, да, вопрос? У меня простой уточняющий вопрос. Я в прошлый раз пропустил, еще и пока не успел посмотреть, поэтому, может быть, это уже проходили. Вот прям самый последний абзац, который мы только что прочитали. Отсюда выводи два закона. Женщина приобретает при помощи близости, и лишь муж делает ее недевственницей посредством близости непринятым способом. Но он мужем должен стать до того, как он делает ее недевственность. То есть он ее, например, с помощью денег делает, правильно? Ну да, да. Ну все. То есть он уже стал. Вот Кедушин, да. Вот он теперь уже оказывается в статусе мужа. И тогда его соитие с ней, неважно, каким оно было, оно ее превращает в ней девственность. Ну то есть это соитие, оно уже не играет роли в Кедушине, это просто лишение девственности, а он Кедушин совершил. Ну это тоже вопрос, да. То есть это вопрос, и этот вопрос, он, собственно, будет поднят и в дальнейшем. То есть я уже говорил об этом, что у нас здесь сложность какая? Сложность в том, что в этой тематике свадьбы есть и Русин, и есть Несуин. Русин – помолвка, Несуин – это окончательное заключение брака. И чем является Кедушин – это вопрос. То есть Кедушин относится к помолвке или Кедушин относится к уже, собственно, заключению брака. И поскольку у нас одно из мнений состояло в том, что вот этот стих, где говорится, что возьмет человек женщину и овладеет ею. По сути дела, этот стих говорит о последовательности действий. Вот он дает деньги, потом я ей овладел. Это все еще возможно, что это все еще и Русин, то есть это все еще помолвка, но он уже ее овладел, как ее муж. И вот предположим, что он овладел ею необычным способом, и она вроде бы физиологически осталась девушкой, но ее статус юридически уже статус не девственницы. И поэтому, если кто-то ее овладевает, то он должен быть умершвлен. Ну, хорошо, значит, у нас, не знаю, стоит ли нам сейчас, ну, давайте мы чуть-чуть просто начнем. А, ну, у нас здесь есть маленькая такая, действительно, вот даже нам написали, здесь новая тема. Ибает ли у, спросили, было спрошено у них, точнее, да, Ибает ли у, тхилат биякуна, осов биякуна. То есть, что является приобретающим актом? Начало полового акта или его завершение? Если речь идет про кедушин, да, то есть мы сейчас закончили вот этот весь пассаж, да, пассаж относительно того, откуда мы учим, да, у нас было два мнения, откуда мы учим, со всеми вытекающими последствиями. А теперь задается другой вопрос, а именно, если половой акт является приобретающим, то есть является тем, что, собственно говоря, делает мужчина и женщина мужем и женой, то возникает вопрос, это начало этого акта или конец. Ну, мы, естественно, мы бы спросили, скажите, какая разница, да, то есть разница такая. Сам Талмуд нам говорит. Навкамина, то есть в чем разница как раз, Навкамина, что из этого выходит буквально. А разница может быть вот в чем. Например, когда, значит, мужчина, ну, начал половой акт, то есть вот это слово, гейра, это буквально это ввел в свой половой орган, да, то есть, но еще не нарушил девственную плеву. Вот так, так это обычно понимается. Так вот он, значит, начал этот половой акт, а она протянула руку и получила кедушин от другого. Вот такая вот, видите, Талмуд нам рисует какие-то ситуации, о которых и романисты бы не додумались. То есть она, значит, там находится в Саити, но еще Саити не, так сказать, не вступила в драматическую фазу, так можно сказать, да. А в это время она протягивает руку и получает кедушин там в виде документа или денег от другого. И от этого зависит, конечно, теперь понятно, почему мы задаемся вопросом, начало полового акта является или конец полового акта. Если начало полового акта, то тогда, собственно говоря, то, что она протянула руку и получила от другого, это уже когда ее нужно казнить, в каком смысле, да. То есть, не, ну, вообще нет, это не половой акт, он просто протянула руку, он этот кедушин, значит, левый кедушин, он будет недействительным, естественно, и все. А если речь идет о конце полового акта, то тогда вот этот успел первым, да, осуществить кедушин, да, и тогда продолжение полового акта как раз будет то, что я хотел сказать, да, то есть будет, по сути дела, совокуплением с замужней женщиной, и тогда, собственно говоря, или одного из них, или их обоих нужно казнить. Женщина, которая, да, немножко должна быть сведуща все-таки в законах, наверное, так бы себя не повела, протягивая руку, да, потому что это может закончиться непонятно чем, да, то есть, поскольку неизвестно начало или конец, но, тем не менее, здесь это не обсуждается, обсуждается просто то, в чем разница, да, то есть, если мы считаем так или мы считаем так, да, вот разница может проявиться в такой ситуации, а в какой еще может проявиться и нами. Это может проявиться также и в ситуации с первосвященником. как это может произойти первосвященник то есть первосвященнику можно только на девственнице шениться вот он начинает половой акт но если начало полового акта еще не является осуществлением кедушин то она уже становится не девушкой он продолжается уже с не девушкой если только по окончании полового акта кедушин ему этот кедушин запрещен такая вот тоже драматическая история тому-то этого не объясняют он просто говорит в чем может выразиться различие того что я приму за основу начало или конец ну и в итоге чтобы каким-то образом решить это высказать некое мнение по этому поводу а Меймар от имени Равы говорит что всякий овладевающий думает об окончании полового акта когда он начинает этот половой акт и поэтому завершение близости приобретает а не начало и получается что если протянула руку и получила кедушин от второго то посвящена второму должна получить от него кед а что касается первосвященника то он не может посвятить девственницу при помощи близости не прибегая к деньгам или документам то есть первосвященнику нужно сначала осуществить кедушин с помощью денег или документа а половой акт для него не подходит почему потому что на самом деле кедушин только осуществляется по окончании а он тогда получится что имеет дело с не девушкой вот такая вот драматическая здесь история разыгрывается и это действительно сейчас я посмотрю как раз воспроизводит вот эту логику наш первосвященник не может если мы говорим о том что именно по окончании полового акта окончание полового акта служит собственно говоря вот этим знаком того что произошел кедушин а не начало и тогда первосвященник с помощью полового акта вообще не может осуществить кедушин ему нужно осуществлять кедушин каким-то другим другим способом да илья у меня уточняющий вопрос может быть глупый первосвященник это тот кто в смысле первый с ней вступил в близость или в реальном смысле первосвященник первосвященник реально первосвященник ну неважно даже не обязательно первосвященник а не понял почему он здесь возник неожиданно а почему возник первосвященник ну это хороший вопрос да мы сейчас подумаем в следующий раз попробуем ответить что это вообще было такое вся вот эта история с протягиванием руки в том числе потому что на самом деле можно было не первосвященника можно было бы просто священника привести да потому что вообще Каэн он может брать в жены только девственницу и он не может жениться на вдове например да и поэтому почему здесь первосвященник действительно хороший вопрос но он появился здесь если иметь ввиду сейчас не например метафорический уровень а саму логику понятно почему да потому что Каэну запрещено жениться на ней девушки и тогда если начало полового акта не является решающим а решающим является конец полового акта то тогда собственно говоря Каэн не может приобрести девушку он ее сделал уже не девушкой да если конец приобретает то получается какая-то ерунда он да женился на ней девственнице если собственно говоря женить бы решающий собственно говоря да фактор это конец этого самого полового акта понятно и второй на всякий случай уточняющий вопрос что является окончанием близости ну вероятное семяизвержения правильно да да ну хорошо мы я думаю обычный Каэн если я не ошибаюсь может жениться на домеем запрещена зона может быть я не помню мне кажется если я правильно помню надо уточнить действительно может Марина права и тогда объясняется почему первосвященник мне кажется что и обычно Каэн тоже должен жениться но это мы проверим то есть это легко проверить проверю к следующему разу этот вопрос светим мне почему-то помнится так если нет то тогда да первосвященник является лакмусовой бумажкой для проверки вот такого рода ситуации ну на самом деле шокирующих моментов нам осталось не так много еще один лист там немножко дальше будет чуть чуть менее шокирующие какие-то темы но еще следующий наш следующий наш урок тоже будет посвящен примерно таким же темам и там тоже будет звучать в общем какие-то невероятные истории нас ожидают войне ситуации которые описываются мудрецами Талмуда остановимся сейчас пока да в следующий раз продолжим спасибо спасибо да на этом заканчиваем окей до свидания пока на иврите есть такое выражение они бы шок ну видишь хотел транслировать в фейсбуке ну да нельзя запись выключи плиз я не знаю надо ли делать надо мудрецами